Еще не взрослые, но уже не дети. 14-летние подростки Ивантеевки в торжественной обстановке получают свои первые паспорта. Главный документ, который подтверждает личность и гражданство. Паспорта вручают 11 ребятам. Такие торжества проходят ежемесячно в каждом городе Пушкинского. Вместе с паспортом молодежи дарят обложку и Конституцию Российской Федерации. Очень тревожно, волнительно. Это все-таки первый раз. Что дает паспорт? Какую-то уверенность в себе, наверное, что вот у меня уже есть паспорт. Я взрослая. В моем понимании быть взрослой это все-таки уже какая-то доля самостоятельности должна присутствовать во всем причем. Не только в документах, но и по жизни все-таки. Паспорт это круто, это величественно. А для нее, наверное, просто это ее уже личный самостоятельный документ. Чтобы получить паспорт на торжественной церемонии, нужно сообщить о своем желании при подаче документов в МФЦ. Документы на паспорт можно подать не раньше следующего дня после наступления 14-летия. Для ребят это первый такой важный документ в их жизни. Конечно, потом девушки будут их менять со смены фамилии. И бывают другие ситуации, когда меняют паспорт. Но очень здорово смотреть со стороны и наблюдать, когда родители именно в этот день поддерживают своих ребят. Учеба у ребят сейчас в приоритете. Они все учатся в школах, занимаются дополнительно в кружках и спортивных секциях по интересам. А теперь они смогут официально устроиться в свободное время на работу. Правда, с согласия родителей. А также оформить банковскую карту. Праздничный настрой их усиливают патриотическими стихами. Их читает ученица Ивантеевской восьмой школы Елизавета Лякса. И Родина у всех одна. Привет тебе и слава. Непобедимая страна. Российская держава. В завершение торжества. Общее фото на память. В следующий раз вручение паспортов пройдет в Пушкинском в декабре. Праздник приурочат ко дню Конституции. Анна Пыльцина, Антон Рябов, Мария Головачева. Новости Большого округа.